Предпоследний император России Александр Третий – одна из самых значимых персон для народа. Царь-миротворец, за время правления которого не было ни одной войны. К 125-й годовщине смерти великого государственника в Массандровском дворце прошла уникальная выставка. Ценные и очень редкие экспонаты привезли из родного для императорской семьи царского села. Доверие федеральных музеев, таких гигантов, как царское село, оно открывает, как говорится, совершенно новый уровень. И уже мы сейчас ведем переговоры с Гальчинским дворцом, тоже по императорской линии. Есть очень много проектов с царским селом, это наш стратегический партнер в этом направлении. Поэтому это сегодня действительно глобальное событие, которое позволит перевести, сделать этот дворец таким, каким он должен быть. Перед началом выставки в бильярдной Массандровского дворца выступила Крымская филармония. Классическая музыка в исполнении скрипачей и велончелистов задала нужное настроение для того, чтобы поближе познакомиться с коронацией, семьей и путешествиями Александра Третьего. Это личная переписка, фотографии, телеграммы, телеграммы Ксении о смерти Александра Третьего. Очень берущие за душу тексты. Вот тоже их надо внимательно читать. И картина жизни вот этой замечательной семьи, дружной, очень доброжелательной, она встает перед глазами. На музейных витринах дворца редкие письма Александра Александровича Романова своим дочерям. Ласково подписанные папа. Но самое ценное – уникальные акварели придворного художника Михаила Зичи. 16 лет он потратил на то, чтобы изобразить все приключения царя. Особо ценные работы Зичи не только поэтому со времен Великой Отечественной акварели не покидали царского села. Выставка этих картин в Крыму – большая честь для Массандровского дворца. Сотрудничество – это бесценное. Его очень сложно оценить, потому что, ну, мне кажется, что культурные связи, культурная дружба, ответственность музеев друг перед другом – это то, что вот, ну, нельзя перечеркнуть никакими санкциями. Выставка роскошная, выставка из основных фондов царского села. В дальнейшем царское село будет работать и с другими крымскими дворцами. Но Массандровский стал первым лишь по одной причине. Эта камерная, уютная усадьба с парком в английском стиле была крымской ставкой великого императора. Откуда еще можно начинать совместную работу царского села и дворцов полуострова, как не с крымской дачи Александра Третьего. Никита Егоров, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ, Массандра.